вот на этом как бы тема опала в несколько завершена и дальше мы переходим все скажу научное название псевдоморфоза кварца по амфиболам то есть волокнистые какие-то структуры замещены кварцем из-за этого у них появилась очень оригинально очень интересная игра эти вещи вы знаете хорошо самый широко распространенный который мы знаем везде слышим всегда это тигровый глаз насколько я встречал по литературе то на наших рынках тигровый глаз был известен менее первоначально был хорошо известен уральский кошачий глаз когда силы асбеста прокварцовывались он был хорошо просвечиваемый и с хорошо выраженной зеленой игрой чуть позже когда рынки стали более широко открыты и камни стали циркулировать они мимо нас циркулировали по всему миру а потом таки дошли до нас появился тигровый глаз и вот такое количество что представить себе просто невозможно громаднейшее количество но еще до того как этот африканский тигровый глаз появился на рынках снг правильно есть такой город кривой рог и вот там в пустых породах в том что выбрасывалось на отвале были жилы тигрового глаза в свое время не были описаны лет наверное 60 70 назад как жилы амфибола акварцованного то есть не было четко название тигровый глаз и поэтому она как-то прошло мимо мимо всего то есть но прошло мимо рынка прошло мимо ювелиров и он четко могу сказать что в семьдесят втором семьдесят третьем году один мой товарищ нашел его повторно но будучи студентом студентом института он его сам определил как тигровый глаз и после этого началась как бы вторая жизнь вот этих вот нерудных или пустых отвалов вот это вот образец юаровского тигрового глаза видите полностью это вся жила играет это все тигровый глаз когда-то это был азбест потом он был окислен одна из разновидностей азбеста окислен до железо железо в нем было окислено стало желтого цвета вот криворожский тигровый глаз как видите по игре он не отличается в принципе все глазковые камни являются очень хорошими оберегами но вспомните о чем я рассказывал про западное и южное полушария криворожский тигровый глаз он находится в сланцах которые иногда содержат магнетит то есть сланцы дополнительно магнитное это дополнительное качество к берегу он к себе привлекает хороший отталкивает плохое вот как я сказал что все эти глази относятся к берегам и они повышают нашу работоспособность желтый допустим он является берегом денежных куток